Визит на Трубчевскую землю Николай Денин начал с посещения детского сада комбинированного типа «Солнышко». В районе построен он был самым первым в середине 70-х. Посещает садик 135 детей, рассчитан на 140. Как следствие, очередей на место подсадовской крыши нет. Кстати, часть той самой крыши не без помощи областного департамента общего и профессионального образования капитально отремонтировали два года назад. И вообще изменений за последние годы «Солнышко» претерпел немалых. Проведены качественные косметические ремонты, заменен линолеум, закуплено новейшее технологическое оборудование. Но проблем, отмечает заведующая садиком, все равно хватает. Желательно нам отремонтировать асфальтированные дорожки, потому что так как уже прошло много времени со дня их постройки, у нас они требуют, конечно, капитального ремонта. Бордюры возле клумб тоже требуют ремонта. Желательно, конечно, нам еще бы обновить частично заборы нашего дошкольного учреждения, хотя они в соответствии с нормами у нас. Все пожелания глава региона взял на заметку. К слову, модернизация образования, в том числе и дошкольного, на территории области идет второй год. В результате того, что Брянская область по итогам прошедшего года заняла такие лидирующие позиции в этом направлении, мы защищали финансирование Брянской области на 2012 год. И по решению Министерства образования Российской Федерации Брянской области в этом году выделено модернизацию общего образования 584 миллиона рублей. И доля финансирования областного бюджета составляет 30 миллионов. Таким образом, порядка 615 миллионов будет привлечено на систему общего образования на территории Брянской области. Деньги пойдут на капитальный и текущий ремонт школ, детсадов, а также около 100 миллионов направят на развитие детских домов и интернатов. Что касается Трубчевского района, то на эти цели направлено 18,5 миллионов рублей. Министерство образования Российской Федерации держит свое слово. На совещании, которое было в этом году уже, было заявлено о том, что первый транш придет в первом квартале, а второй в конце первого полугодия. Далее Николай Денин отправился в Белоберезовский первую и вторую школы. Начали с первой. Проблем здесь, несмотря на проведенный в прошлом году ремонт кровли почти на 3,5 миллиона рублей, все равно остается выше крыши. Это вот крыльцо, оно опасное, травмоопасное и территория, которая тоже требует вот такого ремонта. А территория, что это за ремонт? Ремонт, ну покрытие износилось. Там, где дорожка, ладно. Где вот было покрытие бетонное, оно износилось, где-то провалилось. Щепетильная ситуация и во второй школе. Несколько поколений на протяжении полувека, в школе именно столько лет, физкультурой вынуждены заниматься не в полную силу, а по возможности соблюдая тишину. Дело в том, что спортзал спланирован и оборудован в школе на третьем этаже, что создает определенные неудобства остальным школьникам. Губернатор к проблеме не остался равнодушен, обещал разобраться и привлечь департамент по строительству и архитектуре, рассмотреть планировку школы и внести коррективы. Завершив с образованием, Николай Денин отправился в лечебное учреждение поселка. Это поликлиника на 150 посещений и круглосуточный стационар на 47 коек. Сейчас решается вопрос по дальнейшему развитию материально-технической базы. Прежде всего, речь идет о капитальном ремонте деревянного полувекового здания поликлиники. Сегодня было принято решение Николаю Васильевичем, что поликлинику разместить в бывшем детском садике, провести там капитальный ремонт. Мы сейчас подготовим проектно-сметную документацию. Я думаю, что в течение этого года нам удастся провести все ремонтные работы и поликлиника разместится в современном здании, отремонтированном, где будет полностью оснащено современным медицинским оборудованием и необходимой медицинской мебелью. Что касается стационара, Владимир Дорошенко развеял мифы местных жителей о том, что участковая больница может закрыться. Я хочу однозначно сказать, и сегодня еще раз Николай Васильевич подтвердил, что участковая больница здесь будет. И мы еще дополнительно здесь дадим возможность развернуть 10 коек. Необходимо провести капитальный ремонт больницы. На это тоже будут выделены средства, я думаю, что уже в этом году. И капитальный ремонт начнется летом. Завершил визит губернатор в Белую Березку посечением бани, построенной еще в 1934 году. Сейчас она такая, какая и была почти 80 лет назад. Селяне приходят сюда попариться и до сих пор. Баня работает 4 дня в неделю. Сейчас она находится в долгосрочной аренде у собственника. Николай Денин пообещал изыскать средства на проведение массовой парилки в божеский вид. Татьяна Глазова, Дмитрий Комаров. События. Трубчевский район.